Первый фланкер туалетной воды Эльвии назывался Summer Magic и появился он в 2007 году. Этот фланкер логично наследовал структуру оригинального аромата. Раскрывался он также нотами мандарина и арбуза, но теперь к этим верхним аккордам были добавлены дыня, малина, черная смородина и пряный розовый перец. Таким образом мы видим, что верхние ноты пирамиды обогащены звучанием сладких фруктов, и это звучание также водянистое за счет использования арбуза и дыни. Ну и соответственно, как следует название Summer Magic, этот аромат был посвящен лету, цветущим полянам лесным, вероятно. Флакончик был более насыщенного зеленого цвета, с розово-зелеными цветами, с краю, как обычно. Девушка, которая его рекламировала, была похожа на тоже лесную фею, в таком же розовом платье, как цветочки на коробке. А вода была розового цвета, немножко с сиреневым оттенком. И судя по всему, как раз вот разгар лета в лесу, на поляне, должен был олицетворять этот аромат, поскольку в нем переплетаются ярко выраженные фруктовые ноты и цветочные. Сердце аромата также наследовало оригинальную композицию, поскольку здесь у нас присутствует ландыш и тоже водянистая фиалка. Но также добавлены были абстрактные водные и зеленые ноты, которые облегчали в целом звучание композиции. Ну и база была стандартная для компании Reflame, Ambra, Muscus и Sandal. Таким образом, мы видим, что сохраняет водное звучание, сохраняет связь с темой ручьев, озер лесных. Этот аромат богат нотами и цветочными, и фруктовыми. Причем фруктовые ноты нас отсылают к наследию 90-х годов, к эсэмиаке, к аромату плода давидов. И пользователи также не особо оценили Summer Magic, поскольку считали ее явно вторичной, уступающей по насыщенности и по качеству звучания вышеупомянутым туалетным водам. И также сравнивали Summer Magic и с другой туалетной водой компании Reflame, Midsummer Woman, о которой я рассказывала. Но я не знаю, к какому именно варианту относится это сравнение, поскольку Midsummer Woman, этот аромат, который менялся, были реформулировки. Первый был более терпкий. И я думаю, что все-таки это больше относится ко второй версии, поскольку я также признаю, что она имеет нечто общее с LDC и с Клуботом Давидов. Таким образом, этот аромат, посвященный цветочной фее, хотя он был вполне логичным последованием туалетной воды Эльви, не оказался слишком популярным. Хотя некоторые женщины пользовались им, поскольку, в общем и целом, звучание было у него приятно, и просто оно было уже к этому времени избито и реализовано наиболее известными брендами в гораздо более качественном исполнении. Следующий фланкер, который появился, у меня нет ни Сауэр Мэджик, ни следующего фланкера Уайт Мэджик. Они уже сняты с производства к данному моменту. Фланкер Уайт Мэджик появился в 2011 году, и он был призван собориться в ряде, не целебные снадобья, связанные с Белой магией, а магию Зимнего леса, Зимнее очарование. Вот эти три камня-флакона, они были выполнены достаточно оригинально. Первые два нижних, собственно, та часть флакона, в которой находится туалетная вода, они были с эффектом голографии, как это очень нарядно смотрелось. Крышечка была просто прозрачная, насколько мне помнится. И символизировали они три льдинки, покрытые инием. Ну, я бы сказала, что скорее три все тех же камня, скорее всего, это история одной и той же каменной пирамидки, находящейся в каком-то шведском лесу. И вот эти три камушка, они покрылись льдом и припорошены инием. И вот так очень красиво в свеклом голографии вверхали в лучах света. Красивое оформление флакона. Парфюмер, которая создала White Magic, это Натали Лорсон. Нам она известна как автор фанкера Люсея Брейт Аура. Но также она сотрудничала и с известными брендами. Булгари, Хлоэ, Христиан Диор, Давидов, Тольча Габбана, Джорджи Армани, Дживанши, Лали, Кунгком, Мекс Мюглер, Труссарди, Версачи, Ильсан Лоран и со многими другими. Во фланкере White Magic по сравнению с Summer Magic мы видим расхождение в две противоположные стороны по сравнению с оригинальной композицией Элли. Если в Summer Magic у нас идет в верхних нотах композиции упор на бахчевые культуры, арвуз и дыню, то White Magic как раз таки решила в верхних нотах усилить звучание цитруса, поскольку аромат посвящен зиме, ну и хотелось более свежего, яркого звучания. Поэтому верхние ноты представлены тремя яркими цитрусами. Это лимоном нероли и бергамотом, это очень резкое цитрусовое звучание. Но в White Magic, как и в Summer Magic присутствует розовый перец, который вызывает такое ощущение колкости в носу, которое может возникнуть на морозе. Парфюмера, она старалась погнаться за достоверностью ощущения от нахождения в зимнем лесу. В сердце композиции также мы видим, что если летняя версия Summer Magic пошла по усилению ноты ландыша, более сладкой и теплой, то White Magic обыгрывает тему фрезии как более свежего легкого аромата, добавляя к композиции жасмин и флёрдоранж. Что же до базы, то White Magic сохраняет в базе мускус и сандал, но вместо амбры добавляет сладкую и теплую древесину кедра, более влажную. Ну и мускус здесь использован был достаточно жесткий и в очень большей концентрации. Мускус, как я уже говорила, с одной стороны, создает впечатление чистоты, морозной свежести, летящего в лицо снега. Если его много, он тоже вызывает колкость в носу, как может быть во время снегопада, когда пороша метет в лицо. С другой стороны, мускус вызывает ощущение соприкосновения с чистящими средствами, со стиральными порошками. И по отзывам пользователей, вот как раз был такой эффект от знакомства с туалетной водой White Magic, что он был излишне химичен, мускуса было очень много, напоминал по ощущениям запах стирального порошка, что-то вроде гала-лимон, поскольку у нас лимона много, очень верхних ноток. Ну и, к сожалению, цитрусы, в частности, нейроли, они также имеют свойство, особенно, к сожалению, в недорогой парфюмерии, замыливаться, вызывать ощущение того, что мы находимся в прачечной, пахнет мылом с цитрусовыми ароматизаторами. Поэтому, к сожалению, фланкер White Magic также не оказался особо популярным. Ну и были очень быстро сняты оба этих фланкера с производства. И следующий появился уже спустя пять лет, фланкер Elie Farfay, о котором в дальнейшем пойдет речь.